Сонник Миллера. Если в сновидении вы заставите за чтением какой-то литературы, то этот сон можно трактовать как то, что вы справитесь со всеми трудными делами, которые будут у вас в жизни. Можете смело браться за сложные проекты, либо какие-то идеи на работе что вам предоставят. Вы с легкостью решите за считанные дни вопросы любой сложности. И начальство будет вами гордиться. Если же сновидение вы видите за чтением других людей, то это трактуется так, что ваши друзья будут очень хорошо к вам расположены и вы сможете поиметь с них выгоду. Все это будет в благоприятном ключе и в качестве взаимопомощи друг другу. Так что не стесняйтесь спрашивать у друзей совета, абсолютно все они с радостью помогут вам и хорошим делом и хорошим словом. И за вами тоже не убудет, потому что вы настроены отвечать взаимностью. Во сне вы предлагаете что-то почитать либо обсудить постороннему человеку, и эта книга или журнал, который вы уже прочитали, это будет обозначать, что, скорее всего, на уровне подсознания у вас есть потребность совершенствовать свои литературные навыки, либо как-то развиваться в интеллектуальном поприще. В любом случае постарайтесь в ближайшее время приобрести пару интересных книг, которые помогут расширить ваш кругозор и стать интересным собеседником не только для окружающих, но и для себя самого в первую очередь. Сонник Фрейда, увидеть сновидение в котором как вы пытаетесь прочитать текст, который не поддается никакой логике в реальной жизни расскажет о том, что вас будут преследовать некоторое разочарование. Скорее всего, они будут связаны с вашей второй половинкой, либо с теми людьми, которые не сильно вас понимают. Не расстраивайтесь, найти контакт можно с кем угодно и о чем угодно. Главное нащупайте точки соприкосновения и постарайтесь выстроить гармоничные отношения с окружающими. Сонник Цветков. Чтение во сне обычно трактуется как позитивный образ, положительная информация. Так что скоро к вам жизни придут события, которые принесут благоприятные вещи. Настраивайтесь на то, что они настолько сильно вас обрадуют, что вы станете очень эмоциональным и замотивированным человеком. И сможете дарить свое тепло окружающим людям. Если вы увидели за чтением во сне себя то вам с легкостью удастся решение любых трудных вопросов. Читая другие, то вы можете смело пользоваться помощью окружающих людей. Если во сне то что вы прочитали не сильно понятно, то вам стоит поднатужиться и попытаться узнать какие-то новые вещи для собственного развития. Эзотерический сонник. Больше чем чтение во сне может стать знаком успешного разрешения каких-то конфликтных вопросов. В ближайшее время грядущая ссора очень быстро сойдет на нет. А все благодаря вашей тактичности и эрудированности. Увидеть во сне читающего человека, говорит о желании познавать что-то новое. Найдите неординарное увлечение, хобби запишись на кружок иностранных языков. Вы ведь так давно хотели стать более совершенным человеком, и этот момент наконец-то настал. Подсознание вам говорит, что именно сейчас стоит заниматься с собой. Чтобы еще больше себя замотивировать подумайте о том, как вы будете удивлять людей своими новыми знаниями. Они будут с восхищением смотреть на ваше открытие, и некоторые даже станут вами гордиться. Чтобы было более легко и увлекательно заниматься посторонними вещами, можете позвать с собой друзей, либо свою вторую половинку. Они вам точно не откажут. Поддержать вас всегда могут ваши близкие родственники, либо родители которые будут на вашей стороне несмотря ни на что. Поэтому смело работайте с тем, что вам предлагает ваше подсознание, и начинайте развиваться. Так вы достигнете очень хороших высот, и будете впоследствии, гордиться с собой. Малый Велесов сонник. Увидеть сон в котором какие-то другие люди занимаются чтением, говорит о том, что близкие вам друзья позаботятся о том, чтобы ваши дела всегда шли хорошо и никаких проблем вы не испытывали. Видеть во сне себя, занимающегося чтением, трактуется как знакомство с какими-то очень интересными людьми. Которые станут для вас вдохновляющими, и впоследствии вы будете очень много с ними общаться. Скорее всего, позже у вас назреет совместное дело, благодаря которому вы сможете развить свою эрудированность и интуицию. Постарайтесь все-таки не влезть в какие-то финансовые авантюры, потому что впоследствии вы можете пожалеть, пусть ваш вклад будет более интеллектуальный и более трудозатратный. Избежать впоследствии разочарований это однозначно точно поможет. И приобрести очень хорошие навыки и опыт. После чего, вы сможете с собой гордиться. Сон, в котором мы ищем информацию по книгам, читая бегло и на ходу, предполагает, что зачастую мы стараемся найти какую-то очень нужную составляющую, но так или иначе нам необходимо менять систему убеждения, чтобы узнать что-то новое. Поэтому если вы действительно в реальной жизни хотите стать кем-то большим, вам придется по-новому взглянуть на старые вещи. Если вы ощущаете, что совершенно не готовы к таким кардинальным переменам, то ваше сознание будет бесконечно долго посылать вам сигналы и ведения. Ведь решение очевидно уже принято на интуитивном уровне. Не стоит этого так опасаться и бояться. В конце концов вы точно знаете, что для вас хорошо, а что плохо. И если вы выйдете из своего привычного пространства, то наверняка найдете, что-то новое и увлекательное. А изменив жизнь к вам притянутся новые люди и новые события. Жизнь перестанет быть скучной и однообразной. Ради такого однозначно точно стоит рискнуть и попробовать. Найдите тех, кто вас вдохновляет и проведите с ними пару дней. Наберитесь всего самого необычного, что вам покажется, и примерьте такую тактику для своей жизни. Она вполне может прийтись вам по вкусу. А вдохновленный человек, готов горы перевернуть. Попробуйте и станьте примером для окружающих вас людей. Они впоследствии пойдут за вами и тоже станут сильными и интересными личностями, ради такого стоит начать действовать однозначно.